приветствуем вас на канале ровер сити сегодня мы владеем приветствовать на канале ровер сити сегодня мы с владимиром а расскажем вот этом замечательно также скажем так цвета бордо лэндровере владимир очень хорошо знает этот автомобиль именно он расскажет почему же он оказался в нашем сервисе до владимир ну оказался в нашем сервисе по той простой причине что во время движения сильный гул появился сзади получается в задней части автомобиля до сделали диагностику классическая проблема у них с гулом это или подшипник ступицы или задний мост или раздатка здесь в данном случае раздатка загудел подшипник и и будем снимать сейчас перебирать менять подшипник работаете проводим все здесь ничего сложного там нет инструмент навыки у наших специалистов есть вообще но проблем как говорится ну и заодно выполняем старые диагностические работы по рекомендациям это ремонт задней подвески это рычаг а именно рычаг задней подвески один из рычагов проблема довольно таки распространенная как видите присутствует большая коррозия и проблема в том то что здесь вот уже внутри закис сам болт то есть мы его отпилили потому что не выбить ничего он там живет жить будет до конца этот автомобиль можно сказать отделяли своевременным качественного обслуживания потому что ну с большей долей уверенности можно сказать что его катали до последнего и никто здесь ничего не ремонтировал задняя подвеска ушат она просто на сто процентов живого места здесь нет рычаги он как сопля болтается солен блоки все люфтят 6s люфтят тяги задние схождения люфтят единственное живое место из задней подвески это пневмо амортизаторы в общем короче они не спускают и это уже радует сами амортизаторы убиты то есть они не работают не отрабатывают их нужно менять то есть чем сейчас и будем заниматься меняем задние амортизаторы перебираем заднюю подвеску вот и соответственно будем приводить ходовую часть автомобиля в порядок в остальном по автомобилю но range rover sport 320 кузове с двигателем 36 на мой взгляд самая удачная компоновка этого автомобиля двигателя в принципе мощности достаточно чтобы ехать комфортно и быстро единственный недостаток это конечно шестиступенчатая коробка автомат она мягко говоря так как бы ну восьмиступенчатая лучше работает на спарта вот здесь нет ничего живого здесь даже ручник не работает многие автовладельцы которых коробка автомат ручником даже не пользуются и считают что он не нужен далеко не так потому что фрикционная муфта в коробке и система блокировки постановки на паркинг она держит только с определенным усилием то есть если вы стоите на крутом пригорке или там на подъеме еще что-то автомобиль покатится сто процентов сработает защита обрыва то есть и это не зафиксирует автомобиль от движения то есть машину даже на автомате нужно ставить на ручник и это обязательно в этом автомобиле реализована функция автоматической постановки снятия с ручника очень удобно но к сожалению здесь она не работает нужно менять блок ручника вместе с тросами дорогое удовольствие к счастью на разборках можно приобрести довольно таки за адекватную цену этот набор но здесь как мы видим даже колодки ручника отсутствует со всеми смысле их вообще нет ну их нет зачем они если троса оборваны они могут вклинить там цепляют шумят поэтому их здесь просто нет со всей оснасткой детали на этот автомобиль будем устанавливать не оригинальные по согласованию с клиентом задние амортизаторы это бельштайн они идут в оригинале у них эти амортизаторы это амортизаторы от 3 discovery не от спорта без регулировки жесткости без ничего просто обычные амортизаторы они ставятся на этот автомобиль подходит болтон просто они отличие от спортовских амортизаторов немного мягче то есть мы посмотрим еще этот процесс как будем мы как раз таки пневом баллон разбирать и внедрять туда вот эти вот именно амортизаторы сайлентблоки задних рычагов это лимферды тоже не оригинал идут в оригинале очень часто встречаются по качеству не уступает оригинальным деталям по стоимости немножко дешевле ну да я знаю эту фирму фирма довольно таки хорошая дальше вот эту фирму тоже знаю муги да неплохая компания неплохие запчасти ходят очень достойно это 6 верхние и нижние плаки снимаем выпрессовывать менять до и самете задние тяги схождения вот в моей руке 2 целим блока это старый это новый вот мы здесь как раз таки можем понаблюдать уже какие трещины появились на самом саленблоки здесь вот видно и здесь также видим уже начала отслаиваться резина от самой скажем так железной обоймы вот эта обойма очень мягкая в принципе видно то что она уже там очень давно живет сейчас будем ставить новый вот и еще раз повторюсь не забываем про стрелочки которые находятся сверху и снизу чтобы не перепутать направление как должен стоять сам саленблок это очень важно ну опять же это качественном ремонте сборки автомобилей болтовое соединение явно установлена неверно согнутая сейчас как раз таки мы снимали запчасти и услышали возглас недовольного механика механика да со всеми вытекающими словами культурными нашего богатого русского языка то что предыдущие слесари закрутили болт не по резьбе в кулак ну вы понимаете да чем это чревато не понимаете то есть болт не закреплен должным образом его может вырвать в любой момент в нашем случае он погнулся а именно сейчас мы начинаем менять саленблоки верхнего рычага на задней подвеске вот наша профессиональный слесарь игорь очень быстро это сделает фары адаптивные не работает потому что братья осетины поставили туда дешевые обычные фары вместо адаптивного света горит ошибка на панели ручник не работает пневмоподвеска скорее всего дырка в ресивере тоже там постоянно короче в ошибке висит а так отличный автомобиль давайте опустимся пониже и посмотрим что у нас получилось вот мы уже поставили стойку на старый баллон также поменяли саленблоки вот один рычаг уже нижний поставили вот как здесь можем наблюдать все запрессовали новые саленблоки стоят также здесь тоже новые саленблоки вот здесь тоже саленблоки новые в принципе все нам осталось только все это прекрасное изобилие собрать и в принципе можно отдавать машину клиенту машина будет уже полностью готова вот что еще остается добавить также мы поменяли на заднем редукторе сальники именно сальники редуктора именно куда вставляются у нас соответственно привода сальники на стоит тоже новые и принципе по этому автомобилю я еще когда механиком работал приезжали на замену колодок тормоза brembo они всегда разбирались без проблем то есть колодки в них менялись в тормозных суппортах landroyer постоянно закисали направляющие и заменить колодки было ну целая история их его выбиваешь она по центру гнется это направляющие потом там режешь выбиваешь опять ну то есть целая история да с этим всем brembo такого как правило не случалось тормоза прекрасные очень эффективные отрабатывают на сто процентов в тойоте тормозов таких нет и не было и не было хотела обратить внимание на качество окраса автомобиль явно красился не в профильном техническом центре весь кривой в шагрении блеска лоска никакого нет ну вообще конечно в идеале это нужно все переделывать доводить до ума пока клиент не в состоянии позволить себе такой кузовной ремонт восстановления кузова клиент как сам по себе адекватный нет слушай но в принципе да раз приехал ремонтировать заднюю подвеску вот именно к нам ездят только адекватные клиенты и именно который любит работу профессионалов я знаю то что вы напишите в комментариях то что в таких сервисах как у вас цены дорогие все такой нет эти работают весь этот перечный работ я больше чем уверен что можно было бы сделать день в гараже ваш от карапетовича или прочие там сомнительные мастера гораздо дешевле ну реально дешевле можно было купить и запчасти дешевле но вопрос кто даст гарантии что ты не уедешь оттуда из этого гаража с кривым болтом как здесь или там с незакрученными деталями кто туда с гарантией вообще на все работы на запчасти сколько проходят эти работы сколько прослужат эти запчасти на автомобиле поэтому экономия должна быть в разумных пределах никто не говорит что нужно там налево-направо бросаться деньгами даже если ты себе позволяешь такое делать ну то есть у тебя есть возможность так делать это неправильно все вложения должны быть осознанные и должны приносить пользу поэтому я считаю что вот именно работы в нашем техническом центре с нашими запчастями которые мы ставим на автомобиле даем гарантию два года за два года тут много чего может случиться это оптимальный вариант цена-качество то есть можно найти дешевле можно найти дороже но всегда очень тяжело найти соотношение оптимальное цена и качество вот кстати дешевле дороже дорогие подписчики пишите в комментариях где вы обслуживаетесь и например вот данная работа сколько стоило бы вам ну вот и все наш ролик подошел концу подписывайтесь на наш канал ставьте лайки естественно пишите комментарии может что-то вам стало непонятно я естественно вам объясню подробно в ваших комментариях но я с вами прощаюсь всего доброго пока